Берите, пожалуйста, тетрадки. Но конспектировать всё не нужно. Почему? Это всё есть в этой замечательной книге. Значит, я сегодня взяла для вас тему «10 уроков на салфетках». Кто читал эту книгу вообще? Поднимите руку. Мне недавно, да. Да, вот. Это первый вопрос, да? А кто перечитывал эту книгу год назад? Вот и перечитывал. Так. А ещё у меня вопрос. А есть люди, которые не читали эту книгу? Ну, мы слушали занятия. Так, слушали занятия. Хорошо. И ещё один вопрос. Есть ли люди, которые год уже в НСП и не знают, что это за такая тема «10 уроков на салфетках»? Кто среди вас уже год в НСП и не знает эту тему? Ну, не слышали никогда. Вы, да? Значит, друзья мои, я хочу вам сказать вот что. Эта книга маленькая, тоненькая, и она называется «10 уроков на салфетках». Знаете почему? Дон Файла начал, автор этой книги, он начал писать эту книгу в 1963 году, 56 лет назад, когда он был в первой волне тех людей, которые строили сетевой бизнес. А потом, 10 лет спустя, эту книгу записали, его секреты записали во время беседы в ресторане на салфетках. Поэтому и называется эта книга «10 уроков на салфетках». То есть это как бы книга Дона Файла, но еще как бы есть человек, который помогал эту книгу оформить ее, насколько я понимаю. Поэтому она так вот интересно называется, но дело не в том, кто написал и так далее, на каких салфетках. А дело в том, что эта книга является настоящей Библией сетевого маркетинга, вот 100%. И что такое Библия для нас, друзья мои? Ну те, кто ходит в церковь, ну вернее, те, кто верит в Бога. Что это за книга? «Истины, от которых нельзя отходить». Да, это истина, это первое, спасибо. А еще? Это книга, которую нужно читать каждый день, правильно? Ну хотя бы немножко, но читать каждый день. Я вот вам хочу сказать, что это тоже Библия сетевого маркетинга. Эту книгу нужно не один раз в жизни прочитать, 15 лет назад, а ее нужно читать как можно чаще. И мы вам советуем хотя бы раз в год ее прочитывать. Вот, когда? Когда вы подводите итоги года, вот, уходящего, и когда вы строите планы на следующий год. Хотя бы, чтобы сверять, делайте ли вы то, что нужно делать для успеха, для создания вашего остаточного дохода. Или только, ну, какой-то камуфляж, какая-то видимость. Очень рекомендую именно вот эту книгу читать хотя бы один раз, вот, внимательно перечитывать. Договорились? Да. Все. А сейчас вот просто вы взяли тетрадки, ручки и вот идеи мыслей, которые у вас возникнут, вот эти книги, вот это вы записываете. А все остальное вас обращает в первый источник. Договорились? Угу. Итак, переходим на эту тему. 10 уроков на салфетках. Или что и как нужно делать в бизнесе НСП. Вот она книга Дона Файла, я вам только что и показала, да. И вот видите, она была записана в кафе под чашечкой кофе, под чашечку кофе, да. Итак, первое, это как бы введение, да, но про преимущества сетевого бизнеса, его еще называют multi-level marketing, да. Вот я начала сегодняшний наш рассказ с преимуществ компании НСП. Сейчас преимущество MLM бизнеса. Что такое MLM? Multi-level marketing. А что такое marketing? Продаж. Да, то есть вот есть компании, которые вот продают товар сразу, то есть без уровня подхода. Есть разные. Я сейчас не буду, не моя тема, говорить, какие варианты есть еще кроме MLM, вот, ну и кроме традиционного бизнеса, да. Вот, традиционный бизнес наверняка все знают. Что такое традиционный бизнес, где продаются какие-то товары? Какая задача там? Продать. Вы решили, допустим, вы решили создать какой-то магазин, да, ваша задача в чем? Найти помещение адекватное, подходящее, да, а первым делом это все орг-вопросы и инвестировать деньги в покупку товара, да. При этом какая ваша задача? Купить товар дешевле, чтобы продать как можно дороже. И с этой маржи вы что-то платите за обязательные расходы, налоги и так далее, вот, и что-то у вас остается в виде вашей личной прибыли. Это обычная продажа. В сетевом маркетинге нам этого делать не нужно, в сетевом маркетинге, что это делает кто? Компания. Если это настоящая компания сетевого маркетинга, это делает компания. А наша задача как партнеров компании на СПИ в чем состоит? Давайте информацию людям, что есть такая компания и есть такая продукция. Чтобы что? Чтобы покупать продукцию. Чтобы направлять людей в эти магазины. Вот наша работа. Открывать рот, чтобы направлять людей в магазины компании, которые могут прийти в сервисный центр или заказать через интернет. Вот наша работа. Компания сама поставляет и сама продает. Наша задача информировать людей о возможностях продукта. И что еще? То есть вот еще раз повторю. MLM, Multi Level Marketing, это система поощрения людей. Не просто продвижение, а поощрение людей, которые доставляют товар или услугу потребителю. И главная особенность MLM в том, что ты здесь находишься благодаря своим интересам, но никогда не остаешься один. Это тоже очень важное преимущество именно сетевого бизнеса. Потому что если вы открываете традиционный бизнес, о котором я только что говорила, магазин, то там действуют какие законы? Волчьи. Там есть жесткая конкуренция. И так и смотрят, как же тебя обойти. И будут рады, если доведут тебя до банкротства. Или ты станешь банкротом. Там будут очень рады. Потому что тебя видят только как конкурента. В настоящей компании сетевого маркетинга ты находишься благодаря своим интересам. Правильно? Потому что мы сами захотели использовать возможности, которые есть в виновстве. Да, есть человек, который нам об этом рассказал. Но мы сами приняли решение, мне это нужно. Потому что вот продукт хороший, потому что возможность построить свой остатый доход и так далее. Поэтому ты находишься в компании MLM благодаря своим интересам, но никогда не остаешься один. Это главная, наверное, особенность и преимущество сетевого бизнеса. Следующая особенность. Настоящей компании сетевого маркетинга не нужно продавать. То есть и главное в этом недопонимание со стороны общественного мнения, почему люди относятся негативно к компаниям сетевого маркетинга, потому что они что думают, что здесь нужно? Здесь нужно продавать по розничной цене. И в большинстве своем люди к этому относятся отрицательно, негативно. На самом деле, что нужно делать в компании сетевого маркетинга, я уже сказала. Компания сама поставляет, сама продает. И наша задача в эти магазины направлять людей. Вот что такое работа дистрибьютора или партнера компании NSP. А не задача продавать. Хотя, имея доступ к ценам оптовым, когда мы покупаем по внутренней цене, и она отличается от розничной на 40%, то мы что имеем право? Имеем право продавать. При этом нас не спрашивают, по какой цене мы продаем. Это наше личное дело. Мы можем... Рекомендованная розничная накрутка 40%, но при вашем желании вы можете продавать и подороже, или подешевле. Например, я знаю, я сталкивалась с такими случаями, когда вот в поездке по Западной Украине мы разговаривались с девушкой. Она сказала, да, да, я слышала про компанию NSP. У вас замечательный продукт, флорофил, но он очень дорогой. Почему он очень дорогой? Сколько он стоит? И она назвала цену, которая была в два раза дороже от внутренней цены. Я говорю, а почему по такой цене покупали? Где? Ну, вот я у доктора покупала. Вот есть доктора разные, да? Вот кто-то еще и сам подарит, потому что он сочувствует человеку, попавшему в беду. А кто-то будет зарабатывать две цены просто потому, что человек не знает. Но это три цены. В розницу даже эти, я знаю, что доктора продают даже капсулы. На 30% дороже от... Три цены в розницу капсулы продают. Да. Это вообще... Ну, это, понимаете, каждый имеет это право. Каждый имеет на это право, да? Но это заложено. И никто за это нас поругать, никого из нас поругать не может. Если у вас есть клиенты, которые готовы платить три цены, то я вас с этим поздравляю. Но хочу предупредить, что этот человек купил у вас за три цены, а завтра он все-таки не поленился забить название этого продукта и компании в интернет и узнать, что есть совершенно другая цена. Как он будет к вам относиться? Очень хорошо. Поэтому каждый решает сам. Лично я, я в таких случаях, в беседах, я говорю, что, знаете, есть две цены. Я называю обе цены. И потом спрашиваю. Я называю оптовую и розничную плюс 40% те, которые есть в каталоге. Или на сайте. Прайсе. Да. И я говорю вам, какая цена более подходит. Кто-то хочет купить дешевле. Кто-то говорит, я не хочу никакого дисконта. Не хочешь дисконта? Хорошо. Это твое право. И мое тоже право заработать эти 40%. Поэтому, но вынужденной необходимости продавать у нас нет. Как есть это в других компаниях. Когда человека приглашают, например, на трехдневный тренинг, там его как бы накачивают информацию. Настолько, что он понимает, что он должен прямо сейчас купить продукцию на такую-то сумму с тремя нулями в долларах. И я тоже такие случаи знаю, что человек уехал на семинар, на три дня и приехал. Мама, я купил на 4 тысячи долларов продукцию. Одной из сетевых компаний. В результате нет навыков, как с этим продуктом работать. Нет понимания, зачем эти продукты нужны. Есть просто их очень много. Они складируются где-то под кроватью. Или где-то еще потом они дарятся, или седаются, или просто пропадают из-за срока годности. И это тоже одна из составляющих, почему к компаниям сетевого маркетинга относятся плохо. Но хочу напомнить, что в компании на СПИ таких требований нет. Побежали дальше. Итак, вот как я хочу сказать, что на самом деле, вот эту мысль закончить, пункт второй преимущества, что недопонимание связано с МНМ и заложено представление, что надо продавать. Да, это можно, но настоящий материальный успех, то есть возможность построить остаточный доход, возможно только тогда, когда построить свою сбытовую организацию, по которой что движется? Довар. Довар. Как это отражается для нас? Посмотрим по товарообороту, в баллах. И согласно маркетинг-плану, положению маркетинга в карьерной лестнице, мы получаем соответственные проценты возврата за проделанную нами работу по созданию этой организации. Следующее преимущество. Компания МЛМ не тратит больших денег на рекламу, как это делают другие компании, которые продают через традиционные системы продвижения. То есть там нужно рекламировать, и это очень дорого, это средства массовой информации, они очень дорогие. И поэтому там компания не очень много времени, усилий тратит на улучшение качества. Компании НСП, вернее, компании сетевого маркетинга наоборот, они экономят деньги, которые другие компании тратят на рекламу, и эти деньги они куда отдают, инвестируют? Во-первых, в улучшение качества, и во-вторых, часть этих денег идет нам, кто создает вот эти потребительские организации. Ну, не только нам всем, кто создают, а также кто пользуется всем, от ассистента до члена совета директоров компании, платит определенные премиальные в зависимости от созданного товарооборота и в зависимости от положения в карьерной лестнице. Поэтому это опять же, если нет рекламы, а компания тратит, реклама происходит через непосредственную коммуникацию довольных потребителей, это тоже очень важное понимание, да? То есть, если вам продукт не нравится, не следует его рекламировать. Почему? Потому что рано или поздно человек поймет, что вы обманываете, вам это не нравится, но вы хотите заработать. И это всегда читается между слов. И у такого человека никогда не будет результата. Поэтому через сетевой, настоящий сетевой маркетинг, особенно если это компания, длительно работающая на рынке, они поэтому длительно находятся на рынке, работают и продолжают, что продукт хороший, мы этот продукт любим, и мы с удовольствием продолжаем, продолжаем и продолжаем кому-то рекомендовать то, что нравится нам. То есть, это продвижение товара от довольных потребителей, от довольных клиентов. И это класс. И наша задача только что предложить поменять магазин. Следующее важное преимущество сетевого бизнеса. Спонсирование в NSP, в сетевом бизнесе. Что значит спонсирование в сетевом бизнесе, в отличие от традиционного бизнеса? Вот представьте, в традиционном бизнесе люди получили опыт, работая, например, в каком-то магазине. И потом один из успешных сотрудников этого магазина, получив практический опыт, решает открыть такой же магазин. Кем он становится для собственника предыдущего магазина? Соперником, конкурентом. И, конечно, начинается вот это вот тукание ловтями. Вот. Что же в отличие от этого традиционного бизнеса в компании сетевого маркетинга? Что подразумевает слово спонсирование? Это подразумевает, что мы берем, мы, которые спонсируем человека в бизнес NSP, мы берем на себя ответственность, обязательство помочь этому человеку достичь успеха. То есть наша задача это передать свой опыт, навыки, умения, ведение, практически вот за руку провести через все первые шаги до тех пор, пока человек не научится это делать сам. Когда он научился это делать сам, мы переключаемся на следующий человек, потому что этот уже нашей помощи не нуждается. Вот. Поэтому спонсирование – это взять на себя, иметь желание, взять на себя обязательства и обучить своих партнеров, что, как они должны делать, чтобы создать свой прибыльный бизнес в этой компании. Следующее преимущество сетевого бизнеса. Опять же, в отличие от обычного бизнеса, да, обычного магазина, где что-то хорошо продается. Вот человек достиг успеха работать в такой-то компании, которая продает через обычный магазин. Ну, например, компьютерная техника какая-то, какие-то девайсы и так дальше. Он достиг успеха, он делает хорошие продажи. Он живет и работает в Киеве. И вдруг он решил переехать либо в другой регион, либо в страны, либо в другую страну вообще. Что происходит? Он, как бы, ему приходится искать совершенно другую работу, ну, если это не сеть магазинов, и то, где его могут принять в этой сети, что бывает крайне редко. А чаще всего он своих именно наработанную базу клиентов, он оставляет. И он меняет, и приезжает в другое место, чтобы с нуля начинать нарабатывать новых клиентов, даже если он работает в этой же структуре. Правильно? Что происходит с сетевой компанией? Вы создали, живя в Киеве, создали организацию. Вы выросли из своих лидеров. И вы решили поменять место жительства. Вы уехали в другой город или в другую страну. Но люди, которые вы обучили, и они уже самостоятельные, да, они все прекрасно знают. Мы сейчас будем говорить, что нужно делать. Это тема моего занятия. И вы уехали. Что будет дальше? Будете ли вы получать премиальные за работу, выращенные в Киеве, в вашей организации? Да. Так будете. Моя непосредственно спонсор Ирина Грина Кузнецова, она уже давно вот таким образом, она отошла от дел. Она длительное время, лет 7 или 8, жила на Кипре. Сейчас она живет в Америке. Каждый месяц получает свои законно заработанные премиальные. Благодаря остаточному доходу, который она создала. Обучив меня, вот Клара Николаевна сидит, да, и других директоров организации, директора-менеджера Кузнецова, вот мы уже можем работать совершенно независимо, самостоятельно, да. Конечно, мы очень любим и рады общению с нашим спонсором, да. Но, в принципе, мы уже сами знаем, как этот бизнес сделать. И она заслуженно может отдыхать. Вот. То есть это, опять же, преимущество пред традиционным бизнесом, что как где бы вы ни находились, вы можете продолжать получать остаточный доход от созданной вами организации. Следующее преимущество. Это, да, ну не то, что преимущество, это вот многие еще путают компанию сетевого маркетинга с финансовой пирамидой. Как вы думаете, какое базовое, ключевое, вот если одним предложением сказать, в чем отличие сетевой компании настоящей от финансовой пирамиды? Наличие товара. Наличие продукта. Спасибо. То есть мы уже говорили, что MLM – это система поощрения людей, которые доставляют товар или услугу от производителя к потребителю. То есть товар, ну или услуга. А что такое финансовая пирамида? Это когда говорят, надо внести деньги, и только сегодня. А завтра уже все поздно, тебя не возьмут сюда. И деньги очень приличные. Ну, я могу сказать, что на вот одной из причин, почему я пришла в сетевой бизнес в компании NSP, это то, что в 99-м году, когда я пришла в NSP, и одновременно, полгода спустя, нас как бы пригласили в компанию, как мы думали, тоже сетевая. Но там обещали совершенно другие деньги. Совершенно другие деньги. Ну, если я тут просто пользовалась, то и что? Я вкладывала деньги в здоровье своей личной и своей семьи. То есть я вкладывала и ничего не получала пока обратно. Ну, 5% – это же, ну, спасибо большое, но это не те деньги, когда говорят, вот, я ничего не делал, а 300 долларов заработал. Когда я такую фразу услышала, ну, я говорю, интересно. Мой муж заинтересовался. И потом, когда мы пришли на собрание, я никак не могла понять, откуда эти деньги. Я говорила, я не понимаю. Они просто вот как мана с неба пандуют. Они рассказывают, вот первый месяц вы получаете 300 долларов, второй месяц – 300, третий месяц уже… Я забыла, сколько… 800, кажется, долларов. Четвертый месяц тоже 800, 5500. Я думаю, мама моя, это за что? Тут грабатишься. Я вообще в эти времена зарабатывала 27 долларов в месяц. Моя зарплата как врача. А тут вообще баскновенные деньги. Вот, и как бы мой муж заинтересовался, загорелся. Так было. Я говорю, ну, я не понимаю, что тут такое. Он говорит, я хочу, ты себе там вонеспи, а я буду тут. Вот, и мы одолжили денег, 2000 долларов, 2000 долларов. Нам объяснили, что мы получаем благодаря этому 9 видов преимуществ. Я, честно говоря, не помню, какие, но одно из них было пользование интернет-библиотекой. Представляете, да, что это такое? Интернет-библиотека. Я задала вопрос, который меня интересовал. Я не знала, вот у нас тогда не было интернета. Вот. Ну, вы же понимаете, что такое интернет-библиотека. Гугль вам в помощь, да? Вот, сейчас вот дети меня, я спрашиваю, что это такое, дети ли? Мама, гугляй тебе в помощь, всё, иди там найдёшь ответ. Вот это называется интернет-библиотека. За это мы заплатили 2000 долларов. Вот. Ну, зато благодаря этому нам пришлось отрабатывать долги. Вот. И я обратила внимание на настоящий сетевой бизнес в компании Неспи. Это тоже, как бы, во всём есть плохое, есть что-то хорошее. Урок хороший. Поэтому, отличие настоящей компании сетевого маркетинга от финансовой пирамиды, это движение денег или отсутствие. Бывают ещё завуулированные финансовые пирамиды, когда вкладываются, то есть, есть товар по завышенной цене. Он стоит копейки, продаётся за 300 долларов. Такие тоже есть. Вот. И сейчас, друзья мои, ну, время ММФщиков, оно никуда не делось. Всегда есть люди, которые хотят на халяву. Всегда. И их есть очень много. Намного больше, чем людей, которые готовы работать честно, помогая другим людям получать свои честно заработанные деньги. Есть намного больше халявщиков. И поэтому МММ будут процветать. И подобно им. Но вооружён, значит, что? Защищён. Вот информация, пожалуйста, ей нужно владеть. Это помнить. И если вы общаетесь с человеком, который вам предлагает, или вляпался с вами, теперь вам предлагает, то, пожалуйста, имейте голову на своих плечах. То есть очень простое правило. В чём вы не разбираетесь, не инвестируйте. А особенно, если вам говорят, только сегодня, только сейчас. И только для тебя, как сказали мне. Вот сегодня последний день таких простых докторов, как вы, принимает. А завтрашнего дня только главврачей. Вот ловушки какие-то. Так, урок номер один. Переходим к уроку. Урок номер один. Вроде бы банально, да? Дважды 24. Но кто не знает этой задачки? Поэтому рисуем на бумаге. Можете, хотите, а вообще можете посмотреть, да? Но если... Вот моя задача какая, друзья мои? Вот вы сейчас получаете знание, что нужно, как говорить с вашим потенциальным клиентом, кандидатом, который может, возможно, вы его хотите пригласить в бизнес, НСП. Вот как с ним разговаривать? Вот я хочу с этой позиции вам сегодня донести информацию. Поэтому вы просите человека, вот нарисовать эту табличку. Дважды 2, 4. А если теперь добавим 1, не единичку, не 2, а 3, а 3, и 3. И пошли дальше. 3х9, 3х27 умножить на 3, сколько будет, да? А добавляем 3, да? То есть мы уже 5, 5 на 5, 25, да? Вы понимаете, о чём? Да? И вот мы делаем эти нехитрые упражнения, 3 раза умножаем, и получаем вот какие цифры. 16. И вот если мы всего на одного человека больше, да, на единичку, то сколько будет уже 81, а не 16? Разница 65. А если плюс 3, то сколько будет? Не 16, как в первом случае 2 раза 2, 4, а 625. А если плюс 5, ой, извините, да, то 625. Короче, вот вам цифры. Я цифры не очень люблю. Вот. Ну, это очень просто. Я думаю, что всё равно все люди умеют считать, а кто не умеет, то есть калькулятор, и посчитать это можно. Что будет? О чём эта табличка? А чём у меня такие, что всё большие... Оно всё было хорошо видно? Ну, нам тоже. А? Нам тоже хорошо видно. У вас то же самое, что у меня на калькуляторе. На самом деле у меня всё хорошо помещалось. Почему-то не очень. То есть, о чём этот простейший вроде бы урок? Задача в том, что, как я уже сказала, в настоящей компании сетевого маркетинга нужно что? Спонсировать людей. То есть приглашать людей в бизнес. Мы говорим сейчас о приглашении в бизнес. Приглашать людей в бизнес. И если вы приглашаете 2 человека в месяц, в своё первое поколение, и продолжаете это делать каждый раз, плюс ваши 2 человека тоже приглашают двоих в месяц. Сколько получается? Раз, два, три. В конце третьего месяца ваша организация будет 16 человек. Если на одного больше, то через 3 месяца ваша организация будет 81 человек. Если вы будете по 3 каждый приглашать человека в месяц в бизнес, я подчёркиваю слово в бизнес, вот приглашать, спонсировать это называется, да, спонсировать и обучать, то сколько у вас будет в конце третьего месяца 625? Ой, 81, да. И если 5, то 625, да. То есть разница в размере организации. Разница в размере организации. То есть если все бизнес-партнёры будут спонсировать, вот столько людей, каждый столько. А теперь представьте, что каждый, скажите мне, пожалуйста, сколько нужно в компании НСП покупать продукцию на личный номер, чтобы получать возврат от своей организации? 30 баллов. 30 баллов. 30 баллов. Но это обязательно, меньше нельзя. Если будет 29 и 99, то вы всё равно стоит, не получите за вашу организацию, а только получите 5% за свои закупки. Вот если вы сделали механическую ошибку. Поэтому 30 это минимум баллов, а больше это ваше личное дело, потому что мы помним, какие у нас замечательные продукты и зачем где-то покупать, если у нас это всё есть. Лучшего качества и лучшая цена. И гарантии в этом. Поэтому, если все эти люди покупают на 30 баллов и больше, какой у вас будет товарооборот? В первом случае, во втором и в третьем. Когда у вас 16 человек, когда у вас 81 или когда у вас 625. Умножьте это на 30. Всего за 3 месяца работы. Понятно, что это написано на бумаге. Это идеальная картина. Но если вы понимаете, куда стремиться и зачем это делать, то это что? Это хороший даже бизнес-план. Поэтому, вот он урок на салфетке номер 1. Вы показываете, что будет, если приглашать спонсировать в бизнес и обучать человека, чтобы пользоваться и приглашать, тоже спонсировать дальше. То, как это отразится в финансовом плане на обратную, на чек, который человек получит всего через 3 месяца. Переходим к следующему уроку. Урок номер 2. Ой, какой популярный, какая популярная ошибка. Это урок, называется, синдром бизнесмена банкрота. Это главная ошибка, которую нужно понимать и не делать в компании сетевого маркетинга. Главное, чего не нужно делать в компании сетевого маркетинга. Вот если вы это поймёте, то вы сэкономите массу своего времени, своего труда, своих усилий. И лучше вы это время потратите на то, чтобы хорошо отдохнуть и хорошо провести время в хорошей компании, использовать для себя или хотя бы почитать книгу или сделать какое-то хорошее, доброе дело, какую-то благотворительность, что-то сделать бесплатно, но то, что кому-то поможет, да, принесёт пользу. То есть не делайте этих действий, и вы принесёте пользу и себе, и кому-то тоже, если вы будете в это время хорошо, классно проводить время. Итак, расшифровываю. Ну, тут на картинке Чарли представим, что вы пригласили какого-то человека. Он является бизнесменом. У него традиционный бизнес. Ну, например, магазин. Вот, всё-таки давайте магазин, да, возьмём. Хотя это не важно. Вот сколько есть людей, которые достигли успеха, достигли успеха, занимаясь, ну, какой-то деятельностью. Да, это высокоплачиваемые сотрудники компании, менеджеры крупные. Это, вот, ну, у меня таких людей очень много в моём окружении, которые начинали это делать, да. И что, где они? Было такое впечатление. Ну, то есть, когда человек увидел, насколько хороший продукт. И он что? Ну, два варианта есть. Один, ну, если этот человек имеет магазин, он что, начинает продавать по розничной цене. Такое делают люди. В моём окружении так не делали. Вот, мои, вот эти бизнесмены-банкроты. Но есть, которые делают. То есть, они продавали по розничной цене. К чему это приводит? То есть, они просто, например, аптека или, ну, представим, какой-то магазин здорового питания, там стоят БАДы, та же Омега, тот же Лецитин. И вы поставили, он поставил, он, подписавшись в НСП, поставил тоже баночку Омега и Лецитина тоже на прилавку. И что дальше? Как вы думаете? Как вы покупаете дешевле? Почему? А потому что никто не объясняет о качестве. Вот. Потому, потому никто не рассказывает, почему этот продукт выгодно, да. То есть, наш продукт информационно нагруженный. Что значит информационно нагруженный наш продукт? Нужно понимать преимущества и выгоды. Этого продукта. Это называется уникальное торговое предложение. Вот. Нужно уметь рассказать, почему это лучше, чем то, что рядом находится. Или в другой компании. Или где-то еще находится. То есть, это называется уникальное торговое предложение. Это одно или два ключевых преимущества данного продукта. А продавщица, которая продает этот товар, разные виды ОМЕГИ, и в том числе НСП, выгодно это рассказывать? Нет. Нет. Она работает на зарплату. И все равно заплатит деньги. По итогам ее рабочего дня или месяца. Да. И зачем ей еще распинаться и рассказывать, что ОМЕГА НСП лучше. И чем заканчивалась эта ситуация, что бизнесмен поставил ОМЕГУ, и потом сказал, да, никто ее не покупает. И что? Перестал работать. Банкрот. Но, допустим, вы ему донесли, что не нужно продавать по розничьей цене, а нужно рассказывать про то, что это хороший продукт, и оформлять дисконт. И вот он начинает оформлять дисконт. И вот видите, солнышко. Вот у меня вот этих ситуаций было много. Вот человек подписывал. И он говорил, пошли со мной, типа как Чапай-герой. Я здесь, значит, вы идите сюда. Или стучит кулаком, идите сюда. Потому что я сказал, я начальник ваш большой. А что люди делают? Хорошо, да. Может быть, ты мой начальник. Или я тебя уважаю как человека. А что я должен покупать? Мне это не надо. Я не вижу никаких, ты мне... Он ничего не рассказал. Он просто сказал, все, берите, покупайте. Вот так делают главврачи, например, на пяти минутках. Ну, делали, во всяком случае. Да? Вот, я главный врач, подписывайте все соглашения под меня. Идите, работайте с этими продуктами. А что должно работать? И все. И он подписан, и что дальше? Эти люди как пришли, так и ушли. И были у нас времена, ну, это было лет 10, лет 15-20 назад, когда было много. Вот мы получали распечатку целой простыни пустых людей. Вот, есть фамилии и ноль закупок. Это вот эта ситуация. Ну, в том числе, не только эта причина. Но это и называется синдром бизнесмена банкрота. То есть не нужно приглашать бизнесменов, если они не понимают, то есть, вернее, нужно рассказать бизнесмену, что такое остаточный доход компании NSP. Итак, что же нужно делать, чтобы избежать этой ошибки? То есть, главное, что нужно делать в компании сетевого маркетинга, это продублировать себя на три поколения в глубину. И пока ты не сделал этого, не достиг третьего уровня глубины, ты ничего еще в сетевой компании и не сделал. Может быть, ты что-то имитировал, какие-то действия делал, но это не то, что приведет тебя к остаточному доходу. И это главное, друзья. И это я вам хочу сказать, что это настолько популярная проблема, когда люди не работают над созданием своей глубины. Это так много. И именно эта причина, это главная причина, почему люди ушли с такой замечательной компании, как компания NSP. Потому что, ну, те, кто ушли во время кризиса, вот приходит кризис, и все, и где они были и ушли. Вот это причина. Потому что, вот, они не делали действия, которые нужны в компании сетевого маркетинга. А почему не делали? А тут не понимали. Наверное, спонсоры не донесли. И именно поэтому, друзья, я сегодня вам акцентирую это внимание. Пожалуйста, наша работа не в том, чтобы много подписывать людей первого поколения и становиться бизнесменом панкротом. Наша работа, чтобы что? Вот себе запишите. Моя задача научить мое первое поколение, как учить мое второе поколение, а его первое поколение, спонсировать его второе поколение, а мое третье поколение. Ну, короче, моя задача научить свое первое поколение, как учить второе поколение, спонсировать третье поколение. Вот это формула. Это понятно или повторить еще раз? Повторить, но вообще по сути понятно. По сути понятно. Моя задача как спонсора, если я хочу построить в компании NSP свой остаточный доход, а также помочь вот этим людям, которые пришли в мою организацию, в компанию NSP. Какая задача? Моя задача научить мое первое поколение, как обучать второе поколение, как спонсировать третье поколение. Вот если вы это будете делать, вот это то, что нужно делать для создания сетевого остаточного дохода. То есть, если вы пригласили нового партнера, который хочет работать в компании NSP, он говорит, да, я хочу, мне это нравится, то намного важнее пойти с ним, помочь ему подписать ему в первом поколении, чем подписывать себе в первом поколении. Это услышали? Урок номер три. Четыре дела, которые необходимо сделать. Ну, тут на картинке вы видите автомобиль, который едет в сторону Калифорнии из Вашингтона. Понятно, да, картинка? То есть, представим, что вот вы хотите достичь цели, ну, как на картинке, доехать в Калифорнию. В нашем случае вы хотите выйти на доход какой? Ну, такой-то доход, остаточный доход, чтобы реализовать такую-то цель. Например, купить квартиру или купить машину, ну, или что вы хотите. Вот у каждого свои цели в жизни. Почему они начинают работать в компании НСП? Вот чтобы это реализовать, вам нужно выйти на такой-то доход. Так вот, вот вы, вам, если вам нужно доехать куда-то к этой цели, что вам нужно сначала сделать? Выбрать автомобиль. Если вы выберете какой-то дряхлый автомобиль, который проедет и развалится, потеряет свои колеса или не знаю, что еще там потеряет, застучит мотор, да, вы даете до вашей цели? То же самое, если вы выбрали какую-то компанию-однодневку, а я немножко об этом говорила, или финансовую пирамиду дойдете, вы до цели заработаете ли вы эти деньги, которые нужны для реализации, для покупки вашей квартиры или вашей машины? Нет, вы только потеряете что? И деньги, и главное время. А еще, может быть, и свои знакомые, которые вам поверили, и из-за вас они разочаровались. И больше они скажут, да нет, я в это не играю, это все ерунда. Да, поэтому шаг первый – это выбрать нормальный, надежный автомобиль. Я сегодня вам говорила о том, почему мы выбираем компанию НСП. Надежную компанию со щедрым маркетинг-планом. Следующее дело из четырех. Второе дело – это использовать продукцию. Это то же самое, что машина, она даже очень хорошая будет стоять, если в нее не залить бензин и масло. То есть сначала нужно как бы обеспечить бензином, чтобы машина ехала. То же самое в компании НСП. Используй продукцию, чтобы получить результат, чтобы увидеть, что это помогает. То есть то, что мы уже говорили, довольные клиенты привлекают новых клиентов. А если вы только хороший актер, у вас ничего не получится. Даже если вы очень хороший актер. Все равно бизнес вы построить не сможете, если у вас масло поддельное. И бензин у вас тоже не бензин, а вода. Некачественная. Да. Нектановый бензин. Так, вот. Поэтому вот это второе дело, которое нужно сделать. То есть использовать продукцию, при том, каждый месяц. Есть такое правило, если этот продукт есть в нашей компании, то на ваших полках дома не должны стоять продукты других компаний. Просто они не должны стоять на ваших полках. И как приятно, приходишь домой и видишь полки, которые заложены в продукции НСП, потому что этим пользуется вся семья. И на кухне, и в ванной. Вот это правильный подход. Следующее. Включай более высокую передачу. Что это такое? Даже если вы выехали на хорошей машине, на автобан, и у вас классный бензин, но вы едете на первой передаче, далеко вы уедете? У вас будут все машины обронять, да? Потому что вы едете очень, вытащитесь очень медленно. А что нужно? Вы выехали и набираете скорость, да? Кто-то едет 120, кто-то 150 по разному. Но вы включаете более высокую передачу. Вот то же самое. Значит, задача номер три. Вот дело, которое нужно сделать. Это включать более высокую. То есть это вот значит спонсировать. То, что я уже говорила в уроке номер два. То есть ваша задача. И тут важно, если вы новичок, то использовать, чтобы не ломать дрова, чтобы не делать много ошибок, то нужно использовать знания и опыт спонсора. Это называется создавать дуэт. Вот. Если вы хотите реально, не на словах, а на деле, вы готовы. Я сейчас чуть позже скажу, какие приметы для спонсора, как увидеть среди своего, своих большого количества, своих дистрибьюторов, того, на кого следует тратить время. А кто просто пустой человек, да, пусто потраченное время. Я чуть позже скажу. Но, вот если вы показали своему спонсору реально на деле, что на вас стоит тратить время, ну, при ней инвестировать время, то вот спонсор с удовольствием будет, как бы, работать вместе с вами. Это называется создать дуэт. И вы вместе со спонсором делаете все первые шаги, которые нужны для того, чтобы что найти в первое поколение 5 серьезных бизнес-партнеров, ваше первое поколение. А затем, чтобы помочь этим 5 серьезным людям подписать в их, ну, обучить их спонсировать. А затем, как вот этому второму поколению, это второе поколение тоже обучить спонсировать. То есть, что проводить вместе встречи и на личном примере это показывать. Никакие теории так не помогут, как один раз проведенная совместная презентация. Согласны? Да. Вместе намного понятнее. И как позвонить, пригласить, и как провести встречу, и как назначить следующую встречу, и как подписать, и как помочь человеку выбрать продукт. И не одну баночку, а как вы сегодня слышали, три набора. Да, вот это нужно этому научиться. И лучше всего делать это вместе со спонсором. Так вы сэкономите кучу времени и негативных эмоций не будете тратить. И следующее, четвертое правило, это делитесь с друзьями. Что это значит? То есть, когда вы едете в машине, то не молча едете, а вы что? Используете возможность проговорить. То есть, вот там, где вы есть, находитесь ли вы в гостях, ну только не навязчиво, находитесь ли вы в любой ситуации на расстоянии вытянутой руки, или вы обучились методам работы на холодном рынке. То есть, продолжайте делиться с людьми, помятуя, что не все захотят строить бизнес. Не все. Но большинство людей, и в нашей компании именно так, это 85-95% людей, это просто пользователи продукции NSP. Поэтому большинство людей будут пользоваться. И вот, наша задача, просто рассказывать о преимуществах продукта, рассказывать о результатах, только это надо научиться делать грамотно, качественно. Вот, и помогать людям выбирать хорошие продукты. Вот, то есть, это вот четвертое, это искать новых активных клиентов. По кто я много. Так, это урок номер 3. Теперь переходим к уроку номер 4. Копай до твердого грунта. Тоже очень важный вопрос. Ну, наверное, урок. Вы, наверное, помните сказку про трех поросят, как они строили домики. Один строил домик на песке, а вот чей домик выстроил, когда там пришел волк. Тот, который построен добротно и надежно. То же самое здесь. Ну, вот начну с этой картинки про бегущих людей, видите, да. Как вы думаете, ну, наверное, вы знаете, помните, что бежать впереди намного интереснее и веселее, чем догонять. Правда? Ну, кто это на себе испытал? Вот все уже впереди. Я думаю, а, я уже не успею, я уже опоздал. А когда вы впереди и вас там догоняют, то что вы думаете? А, как классно, я молодец, я впереди. И вот эта мысль вам помогает бежать, даже если вы устали, продолжать оставаться впереди. Что хочу сказать, в сетевом бизнесе каждый может стать чемпионом. И не важно, когда вы присоединились в этот марафонский бег. Потому что НСП — это бег-марафон, это не спринт, спринтерский бег. Это марафон. И главное, если вы начнете делать вот эти четыре дела, и вы включите вот эту четвертую высокую передачу. Если вы научите людей, пригласите людей, построите свои три поколения серьезных партнеров. Три поколения. И не важно, когда вы пришли, 15 лет назад, 20 лет назад, или в этом году, в прошлом году. Если вы будете эти действия делать, вы очень быстренько перегоните тех, кто уже по 15 лет в НСП. Очень быстро. Ну и еще вот важный момент, друзья, работа без остановки — это верный путь к неудаче. То есть нужно делать передышки. Что это значит? Это опять же вспоминаем урок синдром бизнесменного банкрота. Да? То есть подписали пять человек и обучаете их. А не дальше, дальше подписываете, а тех забыли, забросили. Это еще называется каскадным методом, если вы слышали. Да? То есть это как вода на водопаде. Вот есть быстро летит, потом лагуна, потом снова быстро летит, падает, да, дальше. То есть быстрое течение и медленное, быстро и медленное. Вот так же и вот этот урок, то есть работать с остановками. Нашли своих активных людей, помогите им сделать первые шаги. Иначе. Вот я тоже с этим сталкивалась. Вот у меня такие были лидеры, которые говорили, а, сам как-нибудь, вот как котята, да, бросили воду, а вот кто-то выплывет. И среди тех людей, которые не выплыли, могут быть очень интересные наши жемчужины. То есть те люди, которые найдут таки своего спонсора, который реально им поможет развиться и состояться. Поэтому ни в коем случае нельзя бросать человека на произвол судьбы. Потому что, ну, по многим причинам это будет для всех будет негативно. И для него, и для вас. Вот. Итак, вот тут еще вот этот правый рисуночек, да, фундамент, шириной в 130 метров, например, да. То есть это что? Вот опять же иллюстрация этого синдрома бизнесмена-банкрута. Не нужно лично спонсировать 130 человек. А нужно копать, прокопать мягкий грудь аж до твердого глубинного слоя. То есть спонсировать и обучить спонсирование 4-5 уровней своих бизнес-партнеров в глубину. Это и значит построить прочный фундамент своего бизнеса. Урок номер 5. Корабли в море. Тоже очень важный урок. Ну, картинка, вот представим, что такой мультик, да. Вот вы отправили на поиски драгоценностей три корабля. Один корабль, все три одновременно ушли, но один из них вернулся нагруженным доверку золотом, другой вернулся нагруженным доверку серебром, а третий вернулся просто пустой, да. Кому вы будете больше рады? Кто? Конечно, золотому, да, потому что вот оно золото, вот вы уже стали очень богатым и успешным человеком. Вот, но на практике люди это не различают. И они начинают тратить свое время на пустых корабликах. Давайте разберем, что это такое. Что такое золотой кораблик? Что такое золото? Золотой кораблик или золото – серьезный бизнес-партнеры. Какие его признаки? Он хочет активно действовать и готов активно действовать. Он делает то, что нужно для создания бизнеса в вашей команде, ну, своего остаточного дохода. Он сгорает от желания учиться. Он приходит на занятия, его не надо уговаривать, что вот семинар, приходи на семинар. Вот очень классно. Вот он услышал, он сказал, да, мне это надо. Я иду, и он уже пошел, купил билет. Он пришел на занятия, и сегодня в том числе. Или в дождь, в югу, когда другие остались дома, он пришел, ему надо. Он хочет получить эти знания, потому что он понимает, насколько это важно для успеха в бизнесе. Следующий вопрос – это помощь. Это то, что мы говорили, да, с кем мы будем создавать дуэт. Мы видим, что человек хочет, но у него нет навыков, нет опыта, нет знаний. У нас это есть, и наша задача, и наша ответственность этим поделиться, помочь ему состояться. Он воодушевлен делом, у него глаза горят. Вот вы рассказываете на аудиторию, и видите, кто-то спит, кто-то безразлично слушает, а у кого-то глаза горят, горят глаза. Вот те люди, которые хотят, они улыбаются, когда они это слышат, они понимают, что это классно, им это нравится. У них глаза блестят, горят, да, вот это те люди, на которых и следует тратить свое время. И на этих людей мы, вообще есть такое правило, 80 на 20, это 80% этих людей, на которых, на них, неправильно, 20% этих людей, на них надо тратить 80% своего времени. И именно вот эти 20% людей будут обеспечить 80% вашего результата. Вы слышали это правило? Правило париток. Да, париток париток. Да, и еще что? Вот он обязывает себя. Даже, может быть, человек сказал, что, ну, может быть, ему некогда, может быть, он занят и так. Может быть, он не очень себя хорошо чувствует, но сказал, да, я буду это делать. И он встал и сделал это. То есть он обязывает себя прийти на занятия, пойти сделать то-то, то-то, что важно для бизнеса, пойти провести собеседование и так далее. То есть работу какую-то делать, которая способствует подписанию новых людей в его организацию. У него есть список знакомых, а еще вот с ним весело и приятно. Вот это тоже, друзья мои, очень важный фактор. Не приглашайте в свою организацию людей, с которыми вам неприятно. Не приглашайте. Это одно из преимуществ, причем важных преимуществ работы в сетевой компании. Когда мы сами приглашаем в свою организацию тех людей, с которыми нам комфортно. А если не комфортно, то нас же никто не заставляет их приглашать. Это во-первых, а утре даже если они есть уже, появились, не вы их приглашали, а они пришли к вам из глубины или находятся в глубине. И вам не комфортно с ними. Значит, вы не обязаны с ними общаться. Вы не обязаны ни с кем. Берегите свое личное пространство. Окружайте себя теми людьми, с кем вам комфортно. И тогда вы будете более успешны. А некомфортных, я это называю, токсичные люди. Люди, которые завистливые, которые склонны что-то нехорошее желать и так дальше. Вот с этими людьми лучше общаться как можно реже и меньше и подальше. Итак, золотой корабль, он знает, что вы звоните не потому, что вы хотите ему что-то втюхать, на него давить или контролировать, а потому, что вы хотите быть ему полезным. Вот что. И он вам за это что говорит? Спасибо. Спасибо. Так, пошли дальше. Вот еще что. Мы только что говорили про капайда твердого грунта. Так вот, золото часто находится в глубине. Это как настоящая золотая жилла. Надо потрудиться, она не лежит на поверхности. А нужно найти ее. Она часто, хорошие люди приходят из глубины. Правда. У нас еще это называется эффект сливок. Приходят люди разные в нашу организацию. По 2, 3, 5, 7, 20 поколения. Но потом вот эти случайные люди, они уходят. Пришли и ушли. Но часто бывает, что если вовремя приключили, присоединили этого человека к информации, познакомились с системой, со спонсорами. Спонсор их увидели и начали с ними работать. И вот увидели вот эти горящие глаза и признаки золотого кораблика. То вот как раз золото приходит из глубины. Вот это действительно так. И закон сливок. Вот молоко, да, а со временем, что сливки поднимаются кверху. Вот это вот одно и то же. Это про это. Так. И вот про пустой кораблик. Что пустой кораблик вам будет гореть? Ты на меня давишь. У него нету целей. У него нет списка знакомых. Он мыслит негативно. Все плохо. На слайде не так ответили. Что там? Тот не так сделал. Спонсор виноват. Потому что вот не то мне дали. Не то сделали. Он на меня плохо, мало внимания оказывает. Он не работает вместо меня. И так дальше, да? Поэтому вот негативное мышление. И они любят, чтобы их уговаривали. Вот. И что вот я особенная, ты особенный. И так дальше. Вот надо выкладывать свое время, чтобы уговорить. Но. Как результат. Вот украинская поговорка. Досядешь, там злизешь. Вот я когда это поняла, я уже это не делаю. И вам не советую тратить ваше время на досядешь, там злизешь. Там до силы, там злизу. Лошадь сдохла, слезь. И все, ушли дальше. Не тот человек, пошли дальше. Урок номер 6. Приглашение третьего лица. Это тоже очень важный урок, друзья мои. Очень важный урок. Главный смысл этого урока в чем? Избавиться от страха. Почему? Потому что вот вы написали свой список знакомых. И в этом списке знакомых есть Иван Иванович, который вы знаете, что он уже успешный человек. Да, он ходит в тренажерный зал. Да, он пьет Бады. И вы говорите, ну он же уже пьет, он же мне откажет. Я же, он уже и так успешен. Что же ему расскажу? Он же более успешен, чем я. Да, мы боимся к такому человеку, ну новые люди боятся к такому человеку самостоятельно подойти. Какой выход здесь, друзья мои? Спонсор. Первое правило, это со спонсором все правильно. И второе, немаловажное правило, и вот оно, это приглашение третьего лица. Вы приходите к Ивану Ивановичу как бы с другой целью. На другую тему пообщаться, да, по какому-то другому поводу. И при этом вы говорите, вы знаете, могу ли я вас, ну или, ну, можете правду сказать, вот я помню, знаю, я вас ценю начать с комплиментов. Это очень важно. И этот комплимент должен быть именно комплиментом, а не лестью. Я сейчас не буду рассказывать, что такое комплимент и что такое лесть, да, но я надеюсь, что вы понимаете, знаете, да, что такое искренние слова, вот такой человек на самом деле есть и что такое лесть, когда мы говорим правду для получения выгоды. Наверное, это все знают, да? То есть рассказать, сказать комплимент и сказать именно поэтому я пришёл к вам или пришла к вам с вопросом, можете ли вы мне порекомендовать такого-то человека? Вы точно знаете, что у него в окружении такой человек есть или такие люди есть, и он может вам такой человек порекомендовать, а может быть он и сам скажет. Вот знаете, часто мы принимаем решение за кого-то. Мы часто думаем, что ему это не надо. Вот пример маленький. Девочка спрашивает, тётя, а почему ты не замужем? Она говорит, да их тоже не берёт. А ты у всех спрашивала? Ну маленькая позиция. Вот, поэтому надо спросить, вы не надо догадываться и решать за кого-то, надо ему это или не надо. Вот. А самый комфортный вопрос, это попросить рекомендацию. Это называется обращение к третьему лицу. Можешь ли ты мне порекомендовать кого-то? Вы можете при этом описать вот этого человека. То есть, как бы говорить о нём только в третьем лице. То есть, вот этот человек, он такой, а вы говорите, знаешь ли ты такого, как будто не о нём вы говорите. И он вам скажет, что он думает по этому поводу, надо ему это или не надо. Потому что, тем более, если вы будете предлагать ему дополнительный доход или бизнес, да, а он скажет, а ты что, решил, что у меня всё хорошо? Мне и так всё хорошо. Что ты думаешь, что мне не хватает, мне всё нормально? А вот если вы спросите рекомендацию, то я вам сразу скажу, что все успешные люди, они всегда рассматривают новые возможности преуспеть. Всегда. Вот. И поэтому, если это умный человек и дружит с головой, и он вас уважает, он видит, что вы что-то пришли деловое, реальное предложить, ну или говорить, то он, конечно, спросит вас и рассмотрит ваше предложение. А что уж скажет, это его решение, а не ваше. Да, да, нет, пошли дальше. Поэтому очень рекомендую использовать вот эту особенность теми людьми, которые для вас важны. Особенность теми людьми, которые для вас важны. Урок номер семь. Время. Вот многие люди думают, что это же так много подписать людей, постоянно подписывать в первом поколении, это же так много времени, много работать приходится. И они думают, что и так всегда будет. Но на самом деле вот это вот и объясняет, вот это наш остаточный доход. То есть на первых порах, пока мы ещё не нашли вот своих золотых корабликов в первом поколении, во втором поколении и в третьем, а лучше ещё и в четвёртом, и в пятом, пока мы это не сделали, не выполнили эту работу, не докопали до твёрдого грунта, то мы должны работать. Каким образом? Искать этих людей. Искать. То есть проводить встречи самостоятельно на поиск себе в первом поколении и со своими партнёрами второго, третьего, четвёртого поколения. Первого, второго, третьего, ну свои. Да? Наша задача искать, пока мы не найдём. И на это тратить очень много времени. Но если мы нашли этих людей и у нас уже растёт организация, то тогда мы можем, продолжая это делать только уже в меньших масштабах, меньших количествах, мы можем сосредоточиться на обучении этих людей, чтобы из лидеров они стали директорами или из директоров стали членами совета директоров. Это уже мы своих генералов обучаем или полковников обучаем генералов или главнокомандующих, да? То есть нам уже не обязательно идти в поле, как говорится, да, и подписывать новых людей. Хотя в компании Неспи, друзья мои, я очень даже рекомендую это продолжать делать. И вот мы с Сашей, мой муж Александр, да, мы 20 лет виной спины, мы очень активно это продолжаем делать сейчас. Ну, много для этого причин есть, но я вам точно говорю, вот, во-первых, маркетинг-план это только поощряет, потому что если у вас будет хороший объём в вашей лидерской группе, в вашем первом и втором поколении, то это вам будет тоже очень, ну, это ваши ресурсы. Для, как хорошие объёмы и хорошее, как это сказать, вознаграждение сейчас, но это те люди, с которых вы можете найти и вырасти своих новых бизнес-партнёров, которые на сегодняшний день пока не заинтересовались бизнесом, но их мнение может измениться завтра, потому что то-то, то-то и то-то. И для этого, что нужно? Общаться, да. Поэтому, вот внизу вот эти три, четыре буквы, да, ПППО и ОППП. Что это такое, кто знает? Пригласить, приглашать. Да, это наша формула, которую вот этот урок номер семь иллюстрирует. ПППО-то на первых порах, новые люди, да, что им надо делать? Приглашать, пользоваться, подписывать людей и обучать, да. А что такое ОППП? Это когда вы уже, ну, как бы, состоялись и уже вы в ранге, там, лидер-консультант, лидер-менеджер, директор, то ваша задача это что? Обучать на первом плане. Обучать на первом плане, а также продолжать подписывать, пользоваться, подписывать и приглашать новых клиентов. Вот это, то есть тут разница в обучении. Вначале вы учитесь, а потом, когда вы достигли успеха, ваша задача больше концентрироваться на обучении. Хотя, вот если мы говорим про то, как же построить свою глубину на пять поколений бизнес-партнеров, то это, опять же, обучать, обучать, обучать и обучать своих людей это делать на практике, а не в теории. Урок номер восемь. Шипение свойственно горячим. Это тоже очень важный момент, друзья мои, очень важный. Ну, вот иллюстрация. Лежит полено, и оно не горит. Будет от него тепло? Нет. И даже если вы поднесете к нему там спички, оно что? Не загорится. А вот он, вы два полена уже поставили, и такие разожгли огонь. Да, может зажечься, погореть, а потом может и потухнуть, потому что температура недостаточна, да? А вот вы подставили еще, и вот уже четыре бревна, и уже пламя, уже загорелось. Уже не дым, а огонь идет. Да, а вот он уже костер с большим пламенем. Что это за иллюстрация? Что это за... о чем идет? Это эффект увеличения масштаба. Вот работать надо с увеличением масштаба. То есть, вот вы пригласили человека, вы беседуете. То есть сначала, чаще всего, это что будет? Либо собеседование личное, один на один, или два на один со спонсором, либо домашний кружок, в результате чего человек заинтересовался бизнесом МСВ, правильно? Следующее, это что? То это... вот вы... мы упускаем разговор про продукцию, как БАДами пользоваться, как рассказать этот результат о продукте. Мы это упускаем, это то, что мы проговариваем лично, и на домашних кружках, и на других каких-то небольших занятиях, да? А дальше мы приглашаем этого человека туда, где больше людей. Где больше людей. И эти люди воодушевлены, то есть, где человек увидит других успешных людей, где он услышит результаты, где он увидит, кого и за что поздравляет, да? Вот как в нашем случае сейчас, вот мероприятие 26 числа, да? Там будет масса историй и результатов от успешных людей, да? Вот оно, система работы в твоем городе, в твоей стране. То есть, вот мы едем в Трусковец, и там тоже будет праздник признаний. Это очень интересно. Да, я на следующей неделе еду в Польшу, и там тоже, я прочитала, 300 человек будут поздравлять с новыми рангами. 300. По итогам полугодия. Это вообще круто. Вау. Да? Вот оно, да? То есть, опять же, кто-то же может, почему не я? И так дальше. И вот на международной лидерской конференции, вот, те, которые за рубежом, это когда вообще люди, как сейчас у нас будет глобальная лидерская конференция, да? Когда компания будет честовать лучших из лучших. Где будут сосредоточения, ну, самых активных бизнес-партнеров компании, рынка, вот, на глобальной лидерской конференции. То есть, от меньшего к большему. И человек, который вот пришел, увидел и сказал, класс, оказывается, это здорово. Вот, как я вспоминала себя, вот, я три года считала, что это не бизнес, и этот бизнес не для меня. Пока мне стало неудобно перед моим спонсором Кузнецовой Ириной Гиворной, я решила согласиться. Прийти, наконец, туда, куда она меня звала. Не было принципиально туда, просто вот, наконец, согласилась. И это была лидерская школа. И когда я пришла на эту лидерскую школу, я вообще ничего не понимала, о чем они говорят. Но меня впечатлили два человека. Это доктора-гинеколог. Я вот доктор-невропатолог, а там выступали доктора-гинекологи. И они рассказывали о том, что они работают в компании НСПИ, планируют уволиться. Они пришли позже, чем я. Я пришла раньше. Они пришли в 2000 или в 2001 году, я уже не помню. Это были какие-то, как вы думаете? Бибиков. Это был Бибиков и Олег Нижегородцев. Аркадий Бибиков сейчас директор-менеджер компании, который жил раньше в Запорожье. Сейчас он живет в Варшаве. Очень успешный человек. И член Совета директоров Олег Нижегородцев. Это вообще один из самых лучших членов Совета директоров компании НСПИ. В этом году его награждали как самого лучшего на празднике в Минске. И меня это больше всего впечатлило. Я подумала, если гинекологи увольняются с работы и приходят в сетевой бизнес, то, наверное, и мне есть смысл разобраться. Потому что в нашей стране то, что ниже пояса, ценится выше, чем то, что было в России. И еще, друзья мои, вот такая вот маленькая прививка. Потому что если еще кто-то думает, что тут это все так вот в манна с неба, как финансы пирамиды это объясняют, как я думала когда-то, что манна с неба падает в виде долларов каждый месяц. Так вот, лучше всего своим бизнес-партнерам и лучше всего после каждого общения говорить. Ты знаешь, это очень тяжело работать в этой компании. Это действительно столько отказов. Это нужно столько привести встреч. Это столько раз разочароваться. Людей, которых ты позвал и которые вроде бы хотели, а потом перехотели. Работать с тобой. Но мы с тобой работаем. Но это твой мир. Ты работаешь на себя. Мы работаем вместе. И это даст очень хороший остаток доход в ресурс. Если ты будешь продолжать работать так тяжело. Если ты считаешь, то это тяжело. Если ты считаешь, то это тяжело. Так, и на сегодня, я думаю, будет достаточно. Девять уроков. Десятый, это уже вам было до ваших заданий. А девятый урок, все-таки мы поговорим про мотивацию. Ну, это коротко и понятно, я думаю. Значит, смотрите. Есть мотивация сверху и мотивация снизу. Что такое мотивация сверху? Это когда вы говорите, или вам говорит способ. У тебя все получится. Давай делай, и ты станешь богатым. Вот, ну, не знаю. Вы прочитали книгу. Вы и воодушевились. Вы пришли на... Вам спонсор рассказал, что у вас все классно. Вы молодец. Вы пришли на занятия. Вы вдохновились. И вас просто распирает. Как тут здорово. И это длится два дня. На третий день вы как шар и сдулись. А у меня все равно ничего не получается. Я попробую, и мне не получилось снова. Да, и вы сдулись. Да, это называется горячая ванна. Да, нужно бывать на занятиях. Нужно получать опыт, приобретать опыт, получать мотивацию. Но не это главное, которое движет нами по пути к успеху. Самое главное, это подогрев под пятой точкой. Вот скажите, где лучше вы согреетесь? Когда у вас сверху будет солнышко греть, или вы сядете на горячую плиту? Или на свечку. Да, вы быстренько там начнете действовать. Вы очень быстренько почувствуете и начнете двигаться. А на солнышке вы можете обгорать дальше, лежать и загорать. Вот это об этом. Вот она кастрюля, и вот они, пять человек первого поколения, которые построили. Вот вместе вы помогли их. Помните, вот мы говорили, обучать, обучать, обучать. Вот обучили людей спонсировать в глубину. Вот раз, два, три, четыре, пять поколений. Вот вы построили вместе эту организацию. Это вас будет мотивировать продолжать дальше? Конечно будет. Почему? Потому что, во-первых, вы уже зарабатываете деньги. И вы точно знаете, что эта компания деньги платит. Любые кризисы, любые трудные времена. Я работаю в компании, но я в компании нахожусь 20 лет. Не было ни одного раза, чтобы нам не заплатили денег, или на один день не заплатили. Вот приходит дата, и мы приходим и получаем свои деньги, вознаграждения. Вот не было никогда такого, чтобы мы могли их не получить. Главное это что? Делать эти действия, которые дают результат. И если я-то знаю, что я это построила, я понимаю, что это будет дальше расти, развиваться, а значит мои доходы будут расти дальше. Буду, ну, как я рада и довольна? Конечно, да. Буду я... А еще такая ситуация, друзья мои. Вот. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Вы знаете такое? Запасы? Да. Чем больше денег не хватает. Да. И все равно денег не хватает. Если раньше, я не представляю, как я когда-то жила, вот я приносила 27 долларов в месяц, и мой муж зарабатывал, но немногим больше. И как мы на те деньги жили, я не знаю. Но ведь в то же время были люди, которые год не имели зарплаты. Чем они кормили свои семьи? Как они жили? Ну, как-то жили, да? Вот. И мы уже не можем припомнить. Я помню, когда мне спонсор моя спрашивала, Людмила Викторовна, что нужно, чтобы вы уволились с вашей работы, где вы так тяжело работаете? Я говорила, 200 долларов. Вот если буду 200 долларов зарабатывать, вот тогда я уволюсь. Но я уволилась, когда я зарабатывала 400 долларов. Но все равно тебе денег не хватало. Не хватало тогда. И сейчас мне не хватает денег. Сколько бы денег вы не зарабатывали, вам будет всегда хотеться иметь больше. Потому что вы будете хотеть отдыхать в лучших курортах. Вы будете хотеть чаще отдыхать. Вы будете хотеть больше тратить на что-то классное. вы всегда будете покупать что-то более дорогое и качественно лучше. Потому что зачем эти деньги? Мы же не кощей бессмертный над златом чахтить, правильно? Деньги нам даются зачем-то. Это поток, который приходит и уходит. И кто грамотно в этом потоке находится, у того будут всегда деньги. Поэтому, если мы это понимаем, сколько бы человек ни зарабатывал, всё равно хочется больше зарабатывать. Вот это правда. Единственное, не забывать, как этими деньгами пользоваться, не забывать про благотворительность и так дальше. Тогда эти деньги будут продолжаться быть. Ну вот на этом, наверное, друзья мои, всё. Я думаю, мы с вами почти справились. Я вам желаю удачи. Спасибо за внимание. У кого возникли вопроса? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!